У меня можно попросить кружку последнего схода, с водой. Подождите. Может мне кофе-то? Конечно. Я тоже. Когда нам сходил, мы сходим. 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 Теперь еще куда-то продаем. Даже венчик. Я подумала, что может быть, это надо делать. Может быть, это не правильно. Сходим. Сходим. Ольга, начинаем. Скажите мне, пожалуйста, мы все говорим без микрофона. Если хотите, мы уже говорим без микрофона. Добрый вечер. Я тут появлюсь ненадолго и отойду, потому что я буду таким карманом ведущим. Закулисами. Я хотела представить людей, которые будут участвовать в разговоре сегодня. Это Алексей Никитин, писатель киевский и историк Георгий Касьянов. Мы будем обсуждать несколько вечеров подряд. Будем обсуждать будущий роман, который все ждем. Он написал. Мы его ждем и появится скоро как книга. Мы решили провести несколько бесед, посвященных этому роману. Потому что не в жанре творческий вечер. Я сейчас расскажу, о чем городком он написан. А мы решили использовать его как повод для того, чтобы поговорить о людях, об истории и времени, об архивах. Потому что Алексей подчеркивает важную вещь, что этот роман основан на документальных свидетельствах. И поговорить об отношениях, особенных отношениях, которые не всегда становятся предметом доброжелательного разговора о еврейско-украинских отношениях. Киевских, киевско-еврейско-украинских отношениях, скажем так. Пятая встреча с Алексеем будет не заключительной по этому же роману. Она будет посвящена целиком другому роману, который он уже вышел, Викторе Парк. Его выход прошел без презентации. Вот, собственно говоря, будем считать это презентацией вышедшего романа. Это тоже киевский роман. Вот он здесь лежит, его можно приобрести и подписать. У автора, кроме того, что это потрясающе красивая книжка, это самое красивое признание в любви города, которое я встречала. в литературе. И это Киев-19. То есть такое вот смещение. Возвращаемся в Киев предвоенный. Киев маленьких проходных дворов, которые еще не перекрыты. Я предоставляю слово людям, которые должны сегодня разговаривать. Алексей. Доброго дня. Ну, у нас, я так же знаю, зголовням будет такой диалог, да? Диалог и сьогодні про час. Про час перед войной, час війни, ну, может быть, его после. И я буду говорить, как автор, так, как человек, которая, по-перше, этого времени не знала, не жила в ньому. И никто из нас, никто из тех, кто читает, будет читать, фактически этого часа не знает. Из-за того, что мы все его знаем, потому что смотрели десятки, если бы сотни фильмов, читали книжки. Он сформировал нас еще фактически за радянского ставления и бачения этого часа. Сформировано значной мере за радянских часах. И потом, за 30 лет украинской независимости, изменено, або не изменено, в кого я, така ситуация. И, смотря на все это, я примерно год думал, что есть сенс, несмотря на то, что у меня есть очень ценные, ну, фактически уникальные документы, что я могу рассказать про этот час так, как до меня не рассказал никто. Тобто, творчая задача была такой, написать так, как никто не писал до меня, потому что иначе нет смысла про это говорить и про это писать. Уже, уже дуже багато написано. И, дуже багато вивчено историками, тому я передаю слово. А, то есть, перекладывайте мне ответственность. Хорошо? Ну, начать, начать. Ну, вот, Алексей смелый человек, да, он решил написать роман о Киеве, а после того, как роман о Киеве написал балериан Педмогильный, да, и вот есть роман именно о Киеве, вот на военном, ну, 20-е года, который считается, ну, уже, это классика, это украинская литература. Я буквально вот сейчас вспомнил, что еще роман тоже о Киеве, не помню автора, называется «Форморги покидают поле». Да, это, кстати, о футболе, и это часть моего детства или юности, я читал это тогда, это тоже, в общем-то, 20-е годы, там еще даже фигурируют беспризорники. А вообще, вот этот кусок, да, довоенной и часть послевоенного, и война, и Киев, это, конечно, ну, для города это совершенно, ну, это период такого глубочайшего переворота в жизни этого города, потому что, вот, если вот этот отрезок взять исторический с 20-х годов, там, с 30-х и послевоенных, то, ну, например, как пример нужно привести Ланшанг городскую, да, он претерпел такие изменения, с которыми можно сравнить только изменения, произошедшие в 90-х годах здесь. Только там были разрушения в основном, а тут было созидание, которое, ну, по-моему, приравнивается к разрушению, если говорить о историческом Ланшане. То есть, вот, посмотрите, в 30-е годы снесли огромное количество церквей, домов, построили нечто, что стало привычной частью этого Ланшана, то есть, как раз ехал сюда и наблюдал сподолоку здания нынешнего МИДа, а тогда это был, по-моему, папков партии, вот мы этого и строили, вот здесь этот проект, где правительственная площадь, где снести все, включая Софию, ну, Софию и снесли. Вот одна волна, потом война, и вот уничтоженный Крещатик, потом еще одна, потом восстановление поставили. То есть, даже с точки зрения просто вот самого ландшафта, вот все, это период, когда город меняется до неузнаваемости. Конечно, какие-то островки остаются у старого города, но в основном его сметает, то есть, все сметает. Что, в общем-то, если так более философски подойдет, наверное, это вообще судьба Киева, его все время рушат, все время его сносят каждые, вот, как сказать, волнами, какими-то его убирают. Ну, и, конечно, вот люди, да, вот, Киев, город, в который все время приходят люди и уходят люди. А приходят поколения и уходят поколения. Вот есть такое понятие коренной киевляне. Кто-то коренной киевляне сейчас. Потому что это очень мало таких людей. Это город-мегаполис, куда входят волны мигрантов, уходят. А вот если взять одну из тем романа, вот, евреи киевские, то их ушли, да, их немцы ушли. Потом часть вернулась, а потом, во время независимости, евреи опять ушли. Я помню разговор в троллейбусе, когда я еще пользовался общественным транспортом киевским, в троллейбусе один другого спрашивает, пассажир, что-то такой заросший. Вот, ну, как вы, Алексей. Ну, ну, как вы, я говорю. А тот говорит, мне к паримахеру далеко ехать. Он говорит, что, тут где-то на Аболоне, что-то, когда это был дальний район. А он говорит, да нет, вы Иерусалим. Вот, тоже какой-то культурный слой ушел, где у вас там. Ну, это, кстати, во многих других украинских городах. Так что, вот, тот отрезок, который вы взяли, вот, исторический, с точки зрения истории, для города очень важен, очень интересен и во многом показателе. Ну, а там темы, которые вы затрагиваете, конечно, можно сказать, вообще человеческие, но в Киеве они звучат по-киевски, по-своему. И это, конечно, очень интересно. Ну, относительно архитектуры, а, я передаю. В Гульбаске, я... Относительно архитектуры, у меня давно уже сформировалась такая консольская позиция, что архитектура, как будь-якое мистецство, вона чесна. Вона отображает наш час. Вот, то, что сейчас строится в Киеве, оно абсолютно честно отображает сучасность. И, там, через 20-30-40 лет, по этой архитектуре будут оценивать, как мы жили, чего хотели, как мы бачили сучасность. Ну, это будет такий показор для нас. В относительно книжок, написанных про Киев, тут есть проблема. Потому что, действительно, написанная КПП на кількість их была написана. Но, принаймні, в 20-м столетии, идеологический прессинг был таким, что качественной литературы фактически, ну, принаймні, до 93-го, 94-го року фактически не было. То есть, Підмогильный, так, после него Кузнецов, Бабий Яр, написанный уже в Москве, Некрасов про Киев, ну, лишь повести, которые он фактически закинчив в Париже. И все, и все, потом пустота. То есть, когда ты говоришь с трасичным культурным человеком в Европе, они называют Болгакова и, очень развивнен, Кузнецова. Две книжки про две войны. Книжок про мирное життя. Они были написаны, но они остались с небольшим в своем времени. Підмогильный. Ну, я не сприймаю, что книжки про Киев, это книжка про Киев. Так что, про Киевское життя. В Киеве отбывается что-то, и это книжка про Киев, но, очевидно, что Белая гвардия, это не книжка про Киев. Это книжка про Киев. Подтайте, телеканал «Никпростою», он выдавал какие-то сбирки оповеданий, там обудало было, там были какие-то сюжеты про Киев, проза, здесь была какая-то украинская, там были сюжеты про Киев, там в одном из оповеданий, хлопцы, которые работали в этой фирме, это лухие 90-е, и его в конце оповедания скидаются из моста Патона и Гептона, и все же, ну, там, цикаво. Про Киев. А что касается такой прозы «Радянство», так, про место, которое распитывалось за радянские часы, то, конечно, я тоже не пригадую, ничего такого, чтобы, справа, было варто, чтобы запамяталось. Загребельный Певдинный Комфорт, но что варто было запамятать на философские питания? В любом случае, тут интересно, я говорю, что вы сплевая человек, вы взялись за такой период, а еще и вы взялись за документы, это интересно, потому что мне очень интересно, как человек, которая не имеет, допустим, фахового взгляда на документы, как они потом перекладываются в художный текст. Ну, есть святые прибыли, так, когда Александр Пьема переграв мемуары Ларешхоко и назвал это «20 лет спустя». Ну, тут, очевидно, мне интересно, я хотел бы вас запитать, как эти документы, как они спрацювали там у вас, так? Литература – это художная уява, тут вы имеете право уже не с уявой, а с каким-то конкретным текстом. Как оно вмотовывается, как оно переплавляется туда, в этот художный текст? Цикава. Они наведены… Просто… Да, просто дисусловно, как… иногда как фрагменты текста, то есть художный текст, потом документ, иногда просто документ, документ, документ. Это была такая проблема с компанированием таким чином. Ну, пока что мне сказали, что это удалось. Ну, это, звичайно… Это как документальный роман? Да, это документальный роман. В общем, у нас будет отдельная встреча по действующим особям, но я так думаю, что около 80% – это реальные персонажи. Ну, то есть реальные особи были прототипами тех, кого читали. Ага. То есть этот спорт света, боксу, Ницца Кривяненко, который первый организовал бокс в Киеве. Если занимались боксом, возможно, вы помните, что с 60-го, примерно до конца 80-х, был в Сирадянске, потом стал турнир для родителей имени Сапливенко. Он проводился в Украине, но открытый период. И его учени, это более реальный персонаж, ну и футболисты, это, естественно, Шеводский, это более… Шеводский на псахмешке, который я тоже использовал в Киеве. Это все равно. Для Киева футбол, например, это культовая вещь. Киевский динамо – это целая история, целый класс культуры, алгоритм певный, между чемпионатами СРСР и так далее. Безумовно. Ну, то, чтобы сказать, что вы сказали, что вы вмоктовываете текст документов в романсах. Это тоже интересно. В принципе, ну, там, какой-нибудь Юлиан Семенов тоже… ну, цикаво… цикаво… точно так же расшифровывать обратно, в обратную сторону, почему он здесь, ну, я имею в виду нормальный умный, интеллигентный читатель, он будет… Представлять себе, как вы туда впаяли этот кусок, этот документ, почему он именно там, и что до него, и что после него. То есть, можно свое распоряжение. Ну, вообще, конечно, документы… если документы… я видел МГБ, да, послевоенные. Тем более, про агентов, то есть, я так понял, что там документы про какого-то агента. Это очень интересно. То есть, эта контора начала, я так понимаю, отдавать документы, которых она раньше никогда вообще не отдала. Да. Это принциповая речь. Это то, что мы имеем в Киеве, я думаю, что в краинах Балкии, и, может быть, все на переменах когда-то на Американском Союзе, я думаю, что это все. Это, возможно, в Грузии, я не знаю, как там. То есть, мы получили возможность видеть эти документы в оригинале, как это выглядело, как это выглядело, как выглядели запрещение агента, как выглядели рапорты этих офицеров, как его перекидали, вы перекидали на ту сторону через линию фронта, на что страдали увагу под час перехода до линии фронта. То есть, все это в оригиналах все еще не было. Очень интересно. И, опять же, другая интересная сторона имена офицеров НКВС, ну, НКВД, потому что, с первого я просто на них смотрел какие-то закрючки, потом я начал смотреть, кто, власне, это подписывал и что про них известно. что Российское фронтское мемориал уже провело эту работу и очень много информации о этих людей в открытом доступе. То есть, можно было полностью выводить их биографию от того, как они начали, что с ними было до войны, чем они занимались во время войны и после войны, кем они были, когда они померли, где они померли, что там. То есть, полностью биография офицеров НКВС. У меня она есть довоенная и военная, а потом есть пристановка, где я коротко одним абзацем расскажу, что было с ним. Можно ли, Марков? Да. Я хотела бы вас вернуть к теме нашего разговора сейчас. Время. Помните, Алексея, вы сказали, что удивительно вот что, мы все не жили в войне, мы не имеем ни малейшего представления об этом времени. И мы ее больше всего знаем, потому что наши детства сопровождали тонны и тонны литературы про войну, про подвиг младогвардейцев, дури космодемьярцев, пиарьеров, героев, и так далее. мы читаем, мы читаем, и будущее читать ваши книги будут читать о предвоенном Киеве, и невозможно будет избежать алюзий с этой войной. даже я не был уверен, что это сохранится после архитектуры, но сохранилось, и так далее. Мне кажется, есть персонажи, призвища, которые мы потом видели в истории Болодой Гвардии. Они проходят буквально там. Один из рассказов, но это тоже есть. Ну, нужно эту историю, которую мы знаем за радянскими книжками. Я уверен, что Георгия за современную монографию, потому что это все выключается. И мы уже читали фундаментальные работы американской архитектуры. Эту историю нужно рассказать с современной мовой, с современным материалом. Ну, и это ультра-сучасный материал, потому что я думаю, что это первая книжка, художник, в которой используются такие документальные материалы, такие документы. в которой каким чином изменилось? Так, насколько уже глубоко изменилось то есть уявление про понятия истории того времени в наших лицах? Ну, конечно, изменилось. вот если локализировать про Киев, то были проекты, в советское время еще были проекты, в нашем институте был создан отдел региональной истории. назывался сначала краеведение, там еще чего-то, и был проект, по-моему, он частично был реализован, написать историю Киева. Ну, просто история Киева, коллективная ручная монография. Если я не ошибаюсь, один том таки написали и издали, может быть даже два тома, чуть ли не в советское время еще. С того, да, вот я сейчас был в музее, у Акачука, и вот с того, да, с диорамой. Значит, в... и вот интересно, что один том, по-моему, все-таки один или два тома издали, такие зелененькие, красивые. Это не четырех томник, три тома в четырех книгах? Вот, наверное. Ага, так когда... И даже четыре тома, да? Три тома, но третий том, книга один и книга два. Как тысяча... Пятьсот 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 пятьсот... Да, да, да! Тридома, четырех. И, по-моему, был еще проект его довести до современности, и я помню, я помню разговор с дирекцией, поскольку я занимаюсь науковое дело это современная история после девяносто первого года, то был такой разговор, что вот надо будет издать ток про современный Киев, начиная с 91-го года, я говорю, ну вы понимаете, что если мы, а спонсором была киевская администрация, я говорю, понимаете, что если мы напишем так, как есть историю после 101-го года, то никакая киевская администрация будет на сегодня. Ну, это все заглохло по понятным причинам, просто некому и люди заняты другими делами, так что вот если мы опрокидываем обратно, вот представления, представления о том времени, конечно, поменялись. Как они поменялись, другое дело, есть, вот если посмотреть с конца 80-х, 90-х и больше общения двухтысячных, то в общем-то картина получается такая жуткая. Раньше у нас было, что происходило в истории? Мы двигались в коммунизм, у нас было впереди светлое будущее, а теперь у нас все светлое будущее в прошлом, начиная с 90-х годов, и вот эта картина, особенно тот период, который вы описываете, это вообще кошмар. Это сплошные репрессии, это вообще ничего, не было только репрессии, голод, война, после войны опять голод и кровавый экономистический режим. Вот так вот такая линия пошла, она возникла, когда в конце 80-х была политическая борьба и перекравление истории для того, чтобы, ну, политический порядок, порядок данный, политичный. Это было повылать радийскую владу, политический режим и так далее. И оно спроцвало, и оно дали тебя энеррице и дали рука. И вот эта вот энеррица, она практически до сих пор остается в историографии. Вот изображать вот тот период, вот как сплошное черное-серое такое пятно, в котором льются потоки крови, и люди вообще не живут. Но, к счастью, вот как-то оно в последнее время балансируется, вот в истории, в историографии, даже про войну, даже про вот такие критические моменты, то, что вы описываете в книге, там как-то о жизни, о повседневности, историки тоже пришли, не только писатели интересуются футболом, боксом, и как это все, а вот историки тоже интересуются повседневностью, и возникает тема, о которой раньше просто нельзя было себе представить, например, тема коллаборационизма, тема сотрудничества с властью, санкционной властью, и тут речь идет не только о коллаборационизме как таковом политическом, а речь идет о том, как люди, почему люди работали на немцах, но в Киеве же во время войны был голод, люди попасть на работу, это означало выжить, и вот такие ситуации. Сюжеты появляются, потому что в советское время таких сюжетов не было, в советское время боролись с оккупантом все, Киевляне тотально боролись с оккупантом, как он здесь выжил, я не знаю. Но если посмотреть, кстати, фотографии Киева в периоды оккупации, это безлюдный чистый город, очень чистый, и совершенно нет людей на улицах, очень мало, очень мало, в основном военных, ну это все немецкие фотографии, непонятно. Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу, что да, поменялось, и вот поменялось сначала в одну сторону, а один качнулся, что все плохо, ужасно, и так далее, и потом вот сейчас, как бы, если говорить о мейнстриме, все еще остается, что страшный кровавый холестический режим, но появляются, возникают из этой мутной жижи, поднимаются какие-то островки в нормальной стригарте, когда все это рассматривается многоаспектно, в формате 3D, а может быть и больше D, а не только как какие-то парные негатомии, плохо, хорошо. Ну, в общем, это тоже была одна из, ну не проблема, но таких, одна из задач, которые мне нужно было решать, да, то есть жизнь на оккупованных территориях, кто, кто, как выживали, и кто этим руговал, да, то есть украинская влада, была украинская влада, я думаю, сказала, какая строила Thank you. между народом на земле и немецкой оккупационной администрацией. Для решения гражданских проблем существовала украинская влада. Кто были эти люди, чего они правнули и как они взаимодействовали на такие проблемы, которые возникали в тот час, потому что вся первая генерация была уничтожена. И в Полтаве, и в Крымичузи, и в многих украинских местах они были уничтожены с разных причин. То есть, скажем, в Крымичузи, в Крымичузи просто помогал евреям, вписывал им доведки. Когда потом пришла червовная армия и следствия спросили местам, они писали, что он за деньги это выдавал, но сейчас эта людина визнана, скажем так, правильно? Да, 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 да. То есть, даже такой уровень. Он керует какой-то там своими воспоминаниями, и в тот же час он выполняет какие-то коммунитарные вещи. Это был формально, это был коллаборант. Формально означает, что коллаборант. Да, конечно, да. Это не информально також. Он не был в этом, он в общем. Ну, Киев в цьому сенсі цікавий, звичайно, після военный. Потому что тут отбывались процессы еще до предателей Родины, и тут отбывались публичные страды на захист Майдан-незабежности. Да, на сейчас Майдан. И это такая стоянка, ну, дуже цікавая. Причем людей организованно приводило на местные страды, чтобы неповадно было меньше. Ну, в основном, вот тут дизайнеры мастер-классу поставили там цей штемпель, которая была высекречена под названием «Це полтарьон». Вот. Вот. На ней дивишься, не скажешь, да, не скажешь, не мать вчителя часу, то есть вчителя 70-ти как на меня. Малышка. Да, малышка. Да, да. Вчителя, что это хуйковая ручка и такой папка, ну, не сучасная, но недавно. А вот в ней была другая. И тут совсем, ну, совсем меньше виды, совсем очка. Да, да, да. Это уже до архива. Сдана в 1945 году. Вот. Второй отдел первого управления. Первое управление целоспектак. Второй отдел. Второй отдел. Другим отделом до войны керував УДЯ, власне. И, какого они оставили резидентом Украинского КВС. Вот. И, власне, это тот же самый отдел. Он готовил, готовил агента. Это документы с этого отдела. Субминирование. Они занимались? Нет. Нет. Это было несколько. Да. Власне, кроме резидента Украинского КВС, еще был резидент КВС СРСР. И я так думаю, что, я не знаю, власне, справа Кудрі також открыта и есть в вильном доступе. То есть, когда я начал, после того, как мне выделили эту историю, я начал смотреть по людям, которые в ней знают. И, вместо одной из них, мне просто принесли справа Кудрі. Сказали, ну уж цикавились киевским вилям. Ну вот. Это документ, из которого, власне, начались мои родчики. Он лежит на сайте Ябашем. Как это можно увидеть? Нет. Меж молодцы. Он, мое усилие, был. Я, struggусь. С этого документа началась работа с архивами, потому что это имя главного героя этой книжки, и свидетельство человека, которая жила с ним в одном доме, как он тут пишет, сусид по будинку. И вот эта история, которая в ней укладена, ну, частина, принадлежит, ну, тут укладена в двух вещах. Для меня показалось, что тут все не точно и все поглупово, лишь имя не было верно. Ну, людская память такая, что запоминал, что почувствовал этот рассказ. Все не так было, но для меня это означает, что эта легенда, которая была в основе романа, она дожила до 91-го года. Взагалі Кырёв, если мы говорим про этот час, до войны и после войны, он был легендарным. То есть информации не хватало, не хватало достоверной информации. И это заменялось легендами, историями, байками, чем заводно. И таких, власне, историях Кудрёв, она очень долго была просто легендой. И это, снова таки, одна из них. В книжке Виктори Парк, одно из задач для меня было зберегти легенды 80-х. То есть то, что там варилось в часы моей молодости, я собрал эти книжки. А сюда пошла одна легенда и то, что нарастало на ней, но еще в войне. Ну и это таки нагадывание про то, что вона иснувала, вона жила, вона жила сама собой, но среди тех людей, которые принятали. Потом их не стало, и вона сама и легендарь это мала фактически. Чтобы это было, написали 25-я, может. Про легенды я в детстве помню, что мы первый раз жили в Киеве в 65-70-м годах. И я из детства помню, был такой эпизод, на мосту Патонова упал автобус, с моста Патонова упал в Днепр. И я в детстве, вот, я не знал, почему мост называется Патонова. Я думал, что вы Патонова, значит, Патонова упал. Я была своей персональю. Нет, да. Ну, а насправдивши, я в Киеве, наверное, уже не газете. Киевский, Украинский, ничего не было. Нет, нет, это точно не было. Было? Да, да. Я слышал только... Нет, это не звучало. Я несколько дней назад работал со статьей в газете, коротеньким сообщением ОВД. Упал автобус, нарушил правила обгона, зацепил трамвай, свалился. Нет пароль, погибло 27 человек. Я думаю, все коротко и по делу. Да, я еще тогда представил себя, что делать, если вот с нами такое... Да, 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 я не думаю, что сильно мало, что это будет там Эфе, я таких там... Ну, и есть в архиве дело, где-то все полностью расписано. Нет, ну, сейчас, тогда еще разок посмотрел. Ну, это было было. Ну, автобусы же тогда еще были, вот, кстати, тогда и Карусы были. А этот, ну, был ЛАЗ. ЛАЗ. Да, ЛАЗ, 695. Ну, что-то больше не было. Ну, я и Карусы, я помню как, потому что мы ездили в Светошино на Карусе, меня в Свеве укачивало. То, что оно было в Билу и с Ширмоной полусу. Да, да, да. Вот, то есть, Светошино, мы ездили в такие части. И забитые. Я тоже... Тоже, кто-то меня передавали на ОПА, вот так вот. Да. Уже не мог выйти, а меня родителям передавали вот так вот под крышей автобуса. Серьезно? Как Буратино. Сюда. Серьезно. Серьезно. А вот так работает время в Киеве, правда? Ну, да. Нет, в Киеве работает время так, что Дарница — это Черниговская область до конца 50-х годов. И вот метро Дарница, которое сейчас почти в центре, вот тогда, в 60-е годы, это было окраина. То есть, это где-то было очень далеко. Вот, люди... Интересно, что люди специально ездили туда, вот в Гидропад тоже, да? Ездили... Это было... Это было такое путешествие, вот метро. Ехать куда-то в Дарницу — это было очень далеко. Это было... Вот пространственные представления были совсем другие. Вот город — это был правый берег, там, Крещатик. Потом это тоже был не город, это что-то было остальное. Не знаю, в Венеи зараз, да. Да, да. А вот... Вот... Крещатик, туда, там, Верхний Крещенский, да, это город. Парк Примакова внизу, там, да. Первомайский парк, там... Да, это город. А вот это всё, это... Где-то там... Днепр пересечь, о боже! Ну, парк Примакова — это тоже так. Парк Примакова для меня родной, потому что я доезжал на автобусе до парка Примакова, садился трамвайчик, переплывал на нём, на вот трамвайчике гидропарк, эту часть, и там себе загорало. Пока не поставили Лаврентина. Оскільки я жив на Львовом Доразье. Но... Но когда... Это как-то... Это была... Ну, традиция, просто звичко, когда едешь в центр, ты говоришь, я поехал в город. В город, да? Да, поехали в город, да. Я прекрасно помню свои собственные ощущения от поездки на Троещину первый раз в жизни, где-нибудь 86-87 году. Мне, конечно, лет тогда было ещё маловато, это накладывалось, но, тем не менее, значит, на метро до Петровки и на или 101-м, или 106-м автобусе экспрессии, через Московский мост, и туда вот на улицу за кресло. Да, это было что-то куда-то вообще... Вот, да, в другой город, да, да. Мой друг, который раньше жил вот здесь на Панковщине, переехал на Троещину, я ездил к нему в гости. Но это было... Событие это было на полдня, то есть уже как бы заполнило собой почти весь день, и это было, да, событие длинное поездка. Возвращаясь к книге. Перемещение корпусов, армей, дивизий, то есть все в архивах, когда из апрелях, когда по дням буквально... Да, да, все-все, абсолютно, да. Уже они были в окружении? Да, да, да. Справа в чём? Когда главный герой перешёл в линию фронта и его допитывали, я скажу, что в основных отделах, а потом в НКВС, он написал очень подробный документ, который назвал «Нафтебиография», но на самом деле это... Ну, иногда по дням все, что он делал, с того момента, как их высадили с поезда и они пошли в лизу. Даже я удивился, я смотрел по современной карте, там нема залезно-залезно-залезничной витки, гимки, нема цієї станции, но она была, тогда была. То есть, ее, возможно, цирокадная дорога была. Это где? Это Масловка, это недалеко там Богослав, Каньев, да, 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 да. Черкасса была, да, да, да. То есть, сейчас там ничего, этого нет, нема залезной дороги. Масловка? Масловка есть, село там, у меня вона Иванівка, у меня вона Янівка, сейчас вона Иванівка, но я ездил туда, я ездил в эту каранчу, я посмотрел на этот палац графский, он еще, его можно купить, это вот, да, да, там была дитячая колония, все письморадянские частицы, то есть, он в жаховом состоянии, но, кажется, можно потом, первое вопрос, когда я приехал, зашел там, до лавки, и спросил, что, хотите купить, а что можно? Так, это вообще такие польские места, потому что там в сусиднем селе и там стоит монумент, я поезжал, смотрел, видно, что в радянских часах монумент в каком-то, я потом в интернете смотрел, поляк революционер заглянул в шлиссельбургской фортеце где-то в конце XIX века. И он, я же говорю, иногда до дня расписывал, что с ним было, когда они были партизанами, когда он был в армии, потом полон, констатер. И какие частини? Частини? это уже я поднял, там видно, что он не очень понимал, что происходит. То есть, они потрапляли от немцев до немцев, и что происходит, он, конечно, не знает. Ну, тогда я взял номуари, вот, нашел карты, и там карты в таком состоянии, штабисты в них тоже, голова закипала, потому что там вот этот контрнаступ, в который они потрапили, придумал Хрещов и Тимошенко, и Хрещов и Будемки. А командующих фронтов, оно было не очень необходимо. И там, какие конфликты, как результат контрнаступ, слабкие. Они немного там пройшли, потом... Ну, по сборам мы знаем, что карты у них не было. Ну, у всех хлопцев таки не было как. То есть, у партизанов их реально не было, и они так, ну, самим, самим требовало умалювать. То есть, все частини, все боевые действия, насколько я михаля, я думаю, что там я, я очень старался, вытворившись. Ну, ближе, ближе до реальности. Я просто думал, может ли, тут есть какая-то стихка, плавающая семья. Так что там? вы знаете, то, что вы сейчас вспомнили, про карты, то, что люди не понимали. Это очень интересно, в том смысле, что сейчас, когда вас это распроизводится, эти события, да, вот вы их воспринимаете, вы видите это. Вы выстраиваете сюжет какой-то, вы видите, что происходило, и вы их описываете. И, как бы, у читателя, у вас впечатление, что вы, ну, не впечатление, вы понимаете, что они ничего не понимали. А в читателе, может, возникает целостная картина, когда вот все изложено в сюжете, и, как бы, все происходит согласно какому-то воле, да, какому-то разумным каким-то решением, или даже, если панически, все равно это все складывается в некую картину, связную, а вот вы упомянули, что у партизан не было, у этих были такие карты, а вот люди современные это воспринимают, это я с этим много раз сталкивался, это естественный процесс, когда люди современные воспринимают некие исторические события, интересно, даже, даже те, которые совсем недавно происходили, в 90-е годы, они естественным образом свою лишнюю картину мира накладывают на то время, да, и какой-нибудь ребенок может наивно спросить, а что, у них GPS не было, а по мобильному не могли позвонить, и так далее, ну, понятно, что человек с большим жизненным опытом может себе это представить, но в целом, вот даже профессиональные истории, когда он смотрит на вот такие вот глобальные события, крупные, передвижения, вот спросили про фронты, про планы, и так далее, вот, тут как не вспомнит Толстого со спящим Кутузовым, который, у меня ускорился, ну, все равно чего не сделаешь уже, кого-то послал куда-то, тот поскакал, непонятно сообщил, не сообщил, ну, а тут вообще хаос, да, это, даже у немцев, ты читаешь, когда их дела, и то видишь, что, несмотря на всю эту фантастическую организацию, и так далее, тоже хаос, тоже война есть война, и вот тут интересно, вот это восприятие, вот Вика спрашивала, как вот современные, вот они это себе представляют, да никак не представляют, потому что, ну, вот раз, что писатель как-то пытается художественными средствами это объяснить, а на самом деле, действительно, вот представить себе эту картину, большие массы людей движутся, и среди в этих массах людей, вот как кого-то, кого-то там где-то высадили, а он потом вспоминает о них свои, как бы, ему еще надо правильно описать, потому что, дай Бог его там как-то поймает, там, оп-то и соответствие, какой-нибудь ассадист, ну да, и все, и, и вот это вот месиво, этот винегрет, это все, вот оно складывается, вот вы выстраиваете какую-то линию, получается романс, деталью сюжета, и так далее, а на самом деле, вот, что с точки зрения рядового участника, что с точки зрения там, человека с трубкой, который там, с грузинским акцентом, говорит туда, там, сюда, и мудро, как нам в советское время показывали, там, минералы на полусору, который ему докладывает, он потом говорит, вот так сделайте, и так делают. На самом деле, вот это все, такой компот, винегрет, не знаю, как хотите назовите, ирландское рагу, вот эти все события, которые друг друга перемешиваются, наслаиваются в другое, и вот во всем этом где-то болтается, вот как говорит человек, которого вы описываете, а где-то малышка, какое замечательное имя, мудро хорошее. Спасибо. Спасибо всем присутствующим. Я в заключение хотела бы сказать, что следующей встрече будут посвящены мне такой вот, практически, физическое увеличение времени, они будут посвящены людям. Одна конкретно людям, персонажам романа, одна из встреч будет посвящена украинско-еврейскому киеву, одна из встреч будет посвящена НКВД. Вот. Вот. Какая именно будет следующая, мы решим прямо вот накануне этой следующей среды. Приходите, оставайтесь с нами, вид хриппа, можно купить, подписать у Алексея. От КВД по зрителям. Вот сладовая. Он вам что расскажет. Идеи, идеи, принимаются. В следующую среду, то есть вот через неделю? В это же время, в этом же месте. В этом же месте. Хорошо.